Набраться опыта решили и те, кто хочет разбудить свою родовую память. Они встретились с исполнителем игры на этноинструментах Евгением Бунтовым. В родном Екатеринбурге народник занимается возрождением казачьих традиций, в том числе и с помощью музыкальных инструментов. Какие звуки пробуждают память, узнала Наталья Жукова. В коллекции Евгения Бунтова более 60 народных инструментов, а это один из самых любимых – казачья колесная лира, или, как ее еще называют, механическая скрипка. Вместо смычка здесь колесо используется, которое я ручкой вращаю. Оно также канифолится, трется по жильные струнки. А играю я не пальчиками, а играю с помощью вот этих шашечек. Интересно, что музыкального образования у Евгения нет. Говорит, играет, как чувствует. Потому каждый раз импровизация и новая мелодия. Именно с гусли 15 лет назад и началось увлечение Екатеринбуржца народными инструментами. Знакомые принесли. Он попробовал играть, а гусли отозвались. Стал интересоваться историей народного многозвучия. Своими руками свистульки шумелками делать. Начал на публике выступать. А люди стали говорить, что в них самих изнутри музыка просыпается. Я просто пою, просто играю. И происходит что-то еще помимо меня. И тогда я понял, что в этих инструментах наши предки нам завещали код. Код сохранения своей родовой памяти. Ею отлично обладают маленькие дети, уверена Елена Лагунова. А у взрослых из-за потока внешней информации родовая память засыпает. Когда дети приходят в учебный кабинет, гусли у нас специально висят на стене. То есть ребенок может подойти и на этих гусли поиграть. После этого любой самый дикий ребенок успокаивается. Как минимум на 15 минут. Разбудить родовую память просто. Достаточно взять в руки инструмент. Мурашки прям по коже бегают. От того, что очень интересный звук, интересная интонация всех. Очень завораживает. Даже ни с чем сравнить в современной музыке. Разгадать код Евгений Бунтов пока не смог, но не унывает. Говорит, дело времени. Нашли же ученые ответ, почему считалось на Руси, что гусли отгоняют злых духов. Все дело в звуке. Он гармонизирует пространство. Наталья Жукова, Антон Пригорницкий для Сибинформбюро.